Мы находимся в той стадии, я думаю, что как и вся Россия, мы еще до сих пор не знаем, куда же мы пойдем. Потому что сколько угодно можно говорить, что мы социальное общество и социальная страна. Но видно, что если здравоохранение и образование становятся платными, то, скорее всего, говорят неправду по телевизору. Но вот до конца мы еще не поняли, где мы. Мы сейчас, я спокойно могу сказать, что если придут наши к власти, то мы зао сотрем и останемся совхозами не Ленина. Хозяйство, на земле которого я сейчас стою, уникально не только своим названием. Оно уникально своими людьми, которые не потеряли радость от труда на земле. Оно уникально еще и тем, что, может быть, название совхоз имени Ленина – это не только наше прошлое, но и наше будущее. Рабочий день у тоярки Веры Тимониной начинается затемно. Куда не заруливает нас прогресс, а в 4 утра испокон веку первая дойка. И никакие нанотехнологии не заменят вам стакан настоящего парного молока. Главный молочник здесь, в этом большом полмосковном хозяйстве, в совхозе имени Ленина, Николай Шепелев. Мы производим молоко, производим мясо, занимаемся выращиванием молодняка. Хозяйство уникальное, оно находится рядом с Москвой. Работа здесь интересна. Специалистов и работники все молодые. Очень хорошая мотивация в нашем хозяйстве – это заработная плата. И все вовремя. Средняя зарплата – порядка 50 тысяч. На нашей ферме здесь общее поголовье – 920 голов. Из них 393 коровы, пуражные. Годовой надой составляет порядка 8 тысяч. Вот в прошлом году даже мы 8 с лишним надоели. Мы заинтересованы в получении и выращивании телят на ферме. То есть мы стараемся не покупать за границей или там из других регионов. Это как у спортсменов. Вырастить своего футболиста – это гораздо дешевле и практичнее. И ты его знаешь, что из него, каких результатов можно получить. Так же и с молодняком. Едва переехав в Московскую Кольцевую, за которой, как правило, еще многие километры, тянутся автосалоны, склады, торговые центры, до коттеджа за высокими заборами, ты не ждешь ни садов с ягодниками, ни коровников, ни башни, едва не до горизонта. А оказывается, вот оно – рядом. В этом году, в 2013, к концу года, осенью, мы будем запускать новый телятник. У нас поголовье общее увеличивается за счет… Мы применили у себя разделенное семя, и, соответственно, у нас рождается больше тёлок. Соответственно, нам нужно расширяться, потому что уровень выбраковки у нас низкий, и нам позволяет наращивать поголовье. До 2015 года мы собираемся увеличить поголовье до 500 голов. Это у нас телятник для, как мы и говорили, для наших футболистов, для наших тёлочек. А потом мы будем еще строить себе новый коровник, и тоже оптимизировать максимально свое производство, снижать себестоимость, увеличивать урожайность наших гектаров на наших полях, и, соответственно, увеличивать валовый надой на фуражную корову. Есть в этом хозяйстве особая формула взаимоотношений между людьми, которая помогает им не только доить, пахать и строить. Здесь её называют формулой Грудинина. Она помогает людям по-человечески жить, позволяет им сохранить верность своей истории и своей земле, сохранить то, что в последние два десятка лет в стране старательно замарывалось. Павел Николаевич, дворец Микки Мауса в подарок детям. 75 тысяч рублей ветерану Великой Отечественной войны. Откуда у вас за замашки миллиардера? Ну, я думаю, что миллиардеры так деньги не тратят. Они не помогают ни ветеранам, не строят детские сады. Мы, кстати, при советской власти были совхоз-миллионер. А сейчас, учитывая наши доходы, мы тратим деньги с пониманием нашей жизни, то есть на хорошую жизнь наших рабочих, потому что мы здесь живём и на нас. И сюда же ходят дети наших сотрудников, мой внук, например. И поэтому мы тратим деньги, как и всегда, на социальные программы, на развитие нашего бизнеса и на поддержку малообеспеченных, вы говорили о ветеранах. Каждый ветеран у нас к Дню Победы получил 75 тысяч рублей. Их немного осталось, поэтому суммы такие большие. Но, в принципе, знаете, мне кажется, что нельзя быть богатым в бедной стране. И поэтому, если у совхоза есть деньги, у предприятия нашего, то мы их должны потратить в том числе и на тех, кто испытывает какие-то трудности. Вы неспроста оговорились. Вы совхоз или вы буржуиское предприятие? Дело в том, что в соответствии с указом президента Ельцина в 90-м году все государственные предприятия, совхозы, стали акционерными обществами либо коллективно-селекоспредприятиями, по сути, своими колхозами. И мы не от хорошей жизни, а от того, что нас заставили, стали негосударственными предприятиями. Другое дело, что все принципы нашего хозяйствования, они остались, как в прежнем совхозе. То есть те же самые социальные выплаты, те же самые гарантии, например, гарантии всем специалистам и работникам получения жилья. Мы это делали с 2000 года, так же, как, кстати, и делал совхоз в свое время. Вот я же был молодым специалистом, придя на работу в совхоз, я получил коттедж с рассрочкой на 15 лет, и половину выплачивал я, а половину совхоз. То же самое мы применили здесь, и вот сейчас все специалисты и работники совхоза все получают квартиры при их желании в новых домах, которые сейчас мы строим. Я получила квартиру. В данный момент живу в новом доме. Очень хорошие условия создали для того, чтобы специалист работал. В этом хозяйстве удивительное понимание специалиста. То есть нет никаких преград для того, чтобы вот для моей работы просто идеальные условия. Мне здесь нравится, потому что действительно я работаю так, как хотелось бы. И вижу плоды своей работы в молодняке. Это звучит как-то по-социалистически. Ну, вот так вот. Совхозе имени Ленина, значит, возможно. Хозяйство, в котором есть все для жизни. И самих работников совхоза, и москвичей, на столе у которых в сезон яблоки и груши, вишня да черешня, малина да крышовник, а еще и голубика, жимолость, малина, облепиха. Вкусно! Вот мы сейчас освоили полностью новую английскую технологию по выращиванию и овощей, и производству картофеля. Это сразу у нас урожайность в полтора раза поднялась. Это, ну, факт на лицо. Факт на лицо. И, с другой стороны, само отношение руководителя хозяйства дает нам, как бы, развязывать руки, утворить. Творить, значит, испытывать нового сорта. Ну, это все в комплексе новой технологии. Это очень приятно. И, конечно, стало легче работать. Стало легче работать. Ну, я даже не знаю, где так можно еще работать с удовольствием, получать достойную зарплату. Ну, и как бы себя показывать с другой стороны, что ли, не знаю. Ну, и самое главное, что без любви к земле хоть ты будешь получать 200 тысяч рублей в месяц. Нет, не получится ничего. На землю надо любить, понимать ее, чувствовать ее. Ну, и беречь. Я думаю, надо беречь ее. Вот как не отнесешься к земле, так она к тебе отнесется. Наверное, какое-то внутреннее душевное состояние работать в сельском хозяйстве. На сегодняшний день это где-то непрестижно. Но я думаю, что за этим будущее. Потому что, да, многим сейчас интересно заниматься продажей нефти, газа. И рано или поздно все это может сократиться. Самое главное и ценное – это вырастить кадры, заинтересовать молодого специалиста, поставить его, грубо говоря, на крыло. Как пашется сегодня? Нормально. Работы много? Много. Слав, скажите мне, пожалуйста, вы давно в этом хозяйстве? Да. Ну, сколько лет? Семь лет. Семь лет. А откуда приехали? С Мордовии. А что там, нет поля и трактора? Есть, почему нет. А что приехали? Заработка не было. Родственники работали здесь. Позвали сюда. Устроился. Квартиру получили. Зарплата есть? Всего есть. Хорошая? Хорошая. А сколько по бумагам? Здесь нормально. По бумагам 56. Хватает. Ну, коммунальная за квартиру. И еще остается себе. Где машина? Что еще надо? Сколько? Две. Ну, это поле у нас 100 гектар, который мы арендовали у аэропорта Домодедово, потому что нам, совхозу, не хватает земли, и мы вынуждены, конечно, искать землю на стороне. Здесь сеять мы будем, скорее всего, послезавтра будем сеять яровую пшеницу, хотя, конечно, могли бы здесь и посадить картофель, но это поле явно не готово. Здесь надо ее удобрить, внести органику и только потом уже заниматься либо овощными культурами, либо картофелем. Почему можно вопрос задать, если мы будем сеять пшеницу, да потому что, как мы знаем, уже с того года цены на зерно повысились. Если раньше цена за килограмм была где-то 4-5 рублей, уже в этом году она уже 8-10, а уже сейчас где-то и 12 рублей. То есть мы можем ее хорошо продать, но можем ее и обменять на комбикорм для нашего журнодорства. Почему сотни гектаров пахотных земель аэропорту оказалось легче прибрать к рукам, чем совхозу, вопрос не новый. Власти аэропорт ближе, роднее. А то, что эти гектары выпали из сева оборота и никакие летчики со стюардессами их пахать уже не придут, для чиновников из Нынсельхоза не важно. Нас 4 раза пытались захватить рейдеры. Причем, как правило, эти рейдеры всегда поддержаны властью. Или областной, или местной, или какой-нибудь прокуратурой, или там каким-нибудь следственным комитетом. И мы выстояли за счет того, что мы все время ввели вот эту правильную политику. Когда коллектив и основная часть пенсионеров, а их у нас 500 человек, они нас поддерживают. И когда люди видят, что ты для людей живешь, что ты работаешь не только для себя, для того, чтобы карманы набить, а для того, чтобы развивалось предприятие, поселок, чтобы жили пенсионеры нормально, тогда и ты, соответственно, отдачу получаешь. Ну, мы еще ведем такую политику, ну, скажем так, не даем никому возможности захватывать наши земли. Судимся со всеми. Вынуждены, я вот вынужден был закончить юридическую факультет и стать юристом. И многие наши специалисты, повышая свою квалификацию, становятся лучшими. И поэтому, знаете как, если вы узнаете, что совхоз Ленина в производстве овощей в Московской области, в производстве молока, в производстве земляники, садов, ну, плодов является первым. Мы много вкладываем в то, что мы стали лучшими, да, вот, и теперь все знают, что совхоз Ленина – это крупнейший производитель земляники. Знаете как, у нас как-то Ходорковский сказал, что бизнес в России – это на 40% пиар, на 40% джиар, то есть поддержка власти, только на 25%, на 20% этого успехи менеджера. Формула Грудинина опровергает не только формулу российского бизнеса по Ходорковскому. Она опровергает всю практику раздела собственности по частным лицам, которая сделала власть в государстве слугой новых господ. Вы такую власть уважать будете? Если человек видит, что директор живет в том же доме, что и он, ну, имеет, например, такую же квартиру, да, что он ездит на такой же машине, как и он, что у него дети ходят, допустим, в эту же школу или в этот же институт, они не отправили куда-то за границу. И что, например, совхоз или директор многое вкладывает в благоустройство поселка, в строительство, в ремонт школы, в помощь врачам. А мы доплачиваем врачам в связи с тем, что у них зарплата упала, и мы вынуждены уже в протяжении четырех лет оказывать материальную помощь именно врачам, чтобы они не разбежали, чтобы они обслуживали наше население. То он постепенно проникает с уважением и доверием к своему руководству, так или иначе. Вот если бы он знал, что, допустим, у меня где-то яхта там, где-то, я каждую неделю езжу к своим детям там за границу, потому что они у меня там учатся, то, скорее всего, я бы имел меньше доверия, согласитесь с этим, да? Мы учим наших специалистов за границей, мы привозим сюда лучшие технологии, и у нас можно поучиться всему. И как выращивать там, допустим, морковь, и как выращивать землянику, и как выращивать скот. Мы, например, не купив ни одной головы из-за границы, достигли надоя 8 тысяч 100 литров на корову. Это очень большой надоей для тех, кто не привез из-за границы, из Доландии, из Германии, как-то там племенной скот. И так и живем. А сколько у совхоза денег? Не, ну, объем выручки совхоза год от года, конечно, различный, но около миллиарда рублей. В год мы получаем выручки, но мы платим налоги, естественно. Мы в прошлом году заплатили 250 миллионов только налогов. Мы, естественно, развиваем производство, вкладываем деньги в доктора, в новую технику, в новые технологии. И, естественно, мы помогаем ветеранам, школе, детскому саду, детским садам вообще, которые на территории. То есть у нас большая социальная программа такая. Но мы, в принципе, делаем все то, что делали до перестройки наши, скажем, наши хозяйства и наши люди, которые здесь работали. Поэтому мы ничем не отличаемся от обыкновенного совхоза. Если вот стереть предоставку ЗАО впереди, то мы такой же совхоз. Я хочу уточнить, то есть по форме собственности вы капиталист? По форме собственности мы акционерное общество. Еще раз, капиталистом можно назвать того, который всю прибыль забирает себе. Ну а если мы, ну и я, и мои акционеры, не забираем всю прибыль себе, а мы дивидендов не выплачиваем, а тратим все деньги на детский сад, на поликлинику, на школу или на повышение зарплаты рабочим, то какие же мы капиталисты? То, что в поселке совхоза имени Ленина капитализмом и не пахнет, засвидетельствует любой. Здесь нет намозоливших глаз названий банков на каждом втором фронтоне дома. Нет суестливо курящих перед многочисленными офисами клерков. Зато есть ощущение общего дела и общей уверенности, давно забытые в Москве. Ну, вы понимаете, нельзя не любить то, что тебе, во-первых, доставляет моральное удовольствие. Во-вторых, повышает твой профессионализм. Я вам объясню, почему эти два фактора для меня очень важны. Во-первых, когда в 90-е годы развалилось все практически сельское хозяйство в нашей стране, это ни для кого не секрет. Все видели, да, как совхозы, колхозы разваливались, растаскивалось все. Я пришел в совхоз Ленина и я попал как в сказку. То есть здесь все работало, все функционировало. Да, не на таком высоком уровне, как бы, но все сохранилось. То есть это дало мне возможность продолжить свою работу по специальности. Я агроном по специальности, и меня это устраивает, мне это нравится. Второй момент, что я развивался вместе с совхозом, или, наоборот, с самым хозяйственным вместе со мной. То есть вот этот тенден, я смог повысить свою квалификацию. Совхоз Ленина довольно-таки прогрессивное, развивающееся предприятие, которое имеет на данный момент самые современные технологии, самые современные оборудования, техники и все остальное. Про землянику из этого совхоза редкий москвич не слышал. Она расходится в лед, едва только начинается сезон, и туиски с ягодой появляются на московских прилавках. Сладкая, сочная, запашистая, не чита резиновой турецкой, у которой кроме формы и нет-то ничего. А начинается эта ягода вот здесь. И в урожайную пору на этом и на других, не менее просторных полях земляники трудится до двух тысяч добровольных сборщиков ягод. Самая свежая продукция, можно сказать, среди того, что может поглотить Москва, это продукция выращивания в ЗАУ совхоз имени Ленина. Если подходить по европейским рамкам, кому, как не нам, поставить самую свежую продукцию. Потому что, как вы сказали, по левую руку Москва. Так вы должны как сыр в масле теперь кататься. Ну, главное не закатываться. Кататься-то можно. Ну, я говорю, тут есть плюсы, есть минусы. И, скажем так, стоимость наша. И внимание наших, скажем так, организаций, которые контролируют. Роспотреб, Россельхознадзор и все остальные. К нам более бдительно, потому что мы находимся возле Москвы. Зачем инспектору ехать куда-то в Рязанскую область, когда у него есть по программе проверка сельского хозяйства. Через МКД переехал, вот совхоз Ленина. Я сейчас быстренько что-нибудь здесь накатаю, есть, нету, сейчас что-нибудь придумаю. Главное – это читаться. И зато я никуда не уехал и принес отчет. Нас проверяют в два раза, а может и в три, чаще, чем остальных. И как бы поблажек там никто не делает. У нас же вообще принцип такой в Москве, зачем здесь сельское хозяйство, давайте дачи построим. И мы, я так скажем так, предполагаю, многих, наверное, раздражаем, что здесь будучи дачи давно прослеты, а тут еще кто-то землянику выращивает. Поэтому вот такой подход к нам. Мы постоянно живем в опасности захвата части земель или всего совхоза. И как только к тебе приходит какой-нибудь милиционер или следователь, ты понимаешь, что это, скорее всего, заказ, это рейдерский захват готовится. Поэтому нам приходится постоянно быть на чеку. И постоянно, ну да, судиться, постоянно заниматься тем, чтобы... Мы вот недавно выиграли дело у главы администрации района. Он нам заплатил за захваченные им земли. Ну не он лично, а сам район. Вы с этой баррикадой не спускались все эти 20 лет? Если только спустишься, то сразу сомну-то и тебя не станет. На самом деле, понимаете, как ты, когда остаешься один на один с собой, поздно вечером или наутром, ты думаешь, а что дальше? Для чего ты живешь? И вот всегда беспокоит это. Что после тебя останется? Ну, конечно, можешь оставить своим детям большие деньги. Но это, скорее всего, деньги ими не заработаны, и они их, скорее всего, потратят и ничего не будет. А можешь поставить, оставить за собой что-то такое, чтобы люди, как в свое время про Савва Морозова, про... Ну, у нас же много, помните? Огромное количество больниц в Москве. Называется Боткинская, там... Те, то есть, те капиталисты, кровопийцы, которые, знаете, были, они, на самом деле, очень много денег вкладывали в будущее. И мы уже даже забыли, кто такой Боткин, или, там, кто такой, там, Морозов. Но мы точно знаем, что эта больница, вот, называется Морозовская. Я думаю, что вот эта задача, оставить после себя что-то такое, не какое-то материальное что-то детям, там, какая-то вилла на Канарах, а именно что-то такое, чтобы они сказали, вот это построил мой отец. И вот до сих пор сюда ходят дети, и вот это вот, я думаю, что самое такое хорошее, что можно оставить после себя. Взавтра вкладывает свои миллионы и сам совхоз имени Ленина, и его акционеры, наперекор основному закону капитализма, не получающие никаких дивидендов на свои акции. Смешно? Глядя из-за кремлевской стенки, конечно. Но давайте не будем спешить. Как не спешит в капитализм и Грудинин. Ведь это его, а не кремлевская формула поведения, несет ему успех. И мы решили построить новый детский сад. Но, понимаете, меня тут заело, честно, у нас тут есть, был такой один районный чиновник, который стал потом большим чиновником, губернатором. И я знал, что он построил дворец. Он там, муниципальный служащий, на какие-то непонятные для меня деньги, построил собственный дворец. И меня это заело. Я понимал прекрасно, что мы, скажем так, неужели тогда не можем для детей построить что-то подобное или лучшее. Я как раз был в Германии. Мы входим в союз земляничков в Германии. И, значит, покупая там оборудование, заодно заехал, посмотрел. Есть такой замок Нонфанштайн. Кстати, вот Дисней срисовал вот этот свой дом, где Микки Маус, вот именно с этого замка. И я привез эти фотографии проектировщикам. Говорю, давайте сделаем что-то такое, чтобы украшало совхоз. Ну что же мы все время, там коробки какие-то квадратные. И они запроектировали, ну и мы построили. А поскольку мы любим совхоз, я же всю жизнь здесь, и мои родители здесь, и дети, и внуки все здесь живут. Поэтому мы решили его украсить. Ну и украсили. Этот дворец из сказки для самых юных ленинцев поселка стоил совхозу 260 миллионов рублей. Много ли это? Как сказать, обычный московский садик едва-едва впишется в эту сумму. Очередники ходят в этот детский садик бесплатно. Если вдруг станет сложнее жить в России, а это произойдет, когда цена на нефть упадет, то, скорее всего, произойдет опять смена формации. Вообще, некоторые называют это клептократией, то есть власть воров, знаете, да? Потому что, по сути своей, сейчас власть чиновников, а у наших людей чиновник и вор примерно ассоциируются уже, это точно. Естественно, произойдет смена формации. Я не знаю точно, как она произойдет, но знаю, что в этой случае мы можем трансформироваться, то есть опять в государственное предприятие. Через год после того, как в совхозе сдали первые 46 квартир, в новом доме родились 24 малыша. Согласитесь, это значит, что люди здесь поверили в то, что у них есть будущее. А вот это черешня. Черешня прекрасно произрастает в нашей Московской области, хотя большинство наших обывателей считают эту ягоду вообще южной. Поэтому сорта здесь абсолютно разные по окрасу, по вкусу. Есть темные сорта, есть красные, есть желтая черешня. По вкусовым качествам, по внешнему виду, по размеру она ничем не уступает южным аналогам. Совхоз Ленина – это одно из прямых доказательств тому, что если было бы желание, умение и, скажем так, немножко денег, можно вырастить все.